Девочки, вот посмотрите какая у нас еще идея. Поднимите ручку. Вот так вот Людочка. Видите, вот какой интересный мы сделали фасон. Здесь не стали заметывать. Повернитесь теперь спинкой. Как всегда мы боимся показать наше лицо, поэтому вот так вот показываю спинку. Это наша первая примерка. Как на месте оказываются вот эти вытачки плечевые с горловинки, вот этот средний шов, вот эти вытачки. Смотрите, какая спинка стройная. А фигурка, ну не сказать, что идеальная. Сейчас мы еще нарисуем проймочку. А снимай, пожалуйста, Сашенька. Давайте пройму нарисуем. Смотрите, вот так вот находим верхнюю точку проймы. Наверное, вот сюда будем пришивать рукавчик. Ручку опускаем. Находим вот здесь вот нижнюю точку, верхний уголок подмышечной впадины. Так, поворачиваемся вот так спинкой. Расправляем вот так спинку. Здесь тоже находим верхний уголок подмышечной впадины и соединяем их между собой. Вот. Заглядываем немножечко под руку и понимаем, что вот здесь тоже бы немножко можно, немножечко-немножко вот так вот, но хотя углублять особо нечего. Вот так вот у нас ложится. И мы очертили свою проймочку. Вот девочкам покажем. Опускаем ручку. А теперь дайте рукавчик, пожалуйста, как мы примеряем рукав. Рукавчик у нас правый. Вот он у нас сметан. Вместо вытачки у нас посадка. Мы надеваем этот рукавчик, находим серединку рукава и подгибаем и совмещаем эту серединку с нашим ключевым швом. Но укладываем рукавчик уже на нарисованную линию проймы и закалываем вот здесь булавочкой. Немножечко вот так вот его тоже подгибаем этот припуск и прикалываем вторую булавочку по линии проймы, уже нарисованной. Вот здесь вот прикололи булавочку. Посмотрите спинку. На спинке делаем то же самое. Вот так вот прикололи к нарисованной линии проймы то есть мы выбираем направление а теперь смотрим зеркало ну и вот так вот сбоку девочки смотрите видите как хорошо лежит рукавчик да то есть направление у него выбрана правильная после этого мы загибаем рукавчик по линии низа и договариваемся сами с собой какой длины его делать какой длины делать людочка какой длины со стороны но длины надо делать вот такой вот внутри четверти да а длину мы еще потом договоримся когда брючки юбочку будем мерить то есть длина у нас остается под вопросом ну вот и вырез горловинки вырез горловинки я бы совершенно не меняла вот какой он есть да мы его просто почистим и такой мы его оставим ну красота очень красота на макете здесь мешало да но конечно да увеличила да 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 вот смотрите как хорошо все спасибо